Мухриддин и Дельбек В первое время они не говорили вообще, абсолютно не говорили, молчали. Мухриддин в первое время очень опекал. Но потом, когда понял, что здесь им ничего не угрожает, ну как-то он стал уже заниматься своими делами. Да, Дельбек? Вот. И быстро научился говорить. Дельбек у нас говорит одним словом, но у него это все четче. Может быть, в силу того, что Мухриддин уже слышал, как они разговаривают дома, то есть это эмоциональное что-то. А Дельбек уже здесь стал учиться говорить. Мухриддину почти 4 года. Сразу заметна тяга мальчишки к технике. С игрушечными машинами может возиться целый день. А еще малыш хорошо рисует и с легкостью запоминает стихи. Мухриддин вместе с братиком очень ждут своих новых родителей. Давай вставай, чтоб тебя услышали. И начинаем. Мама, мама, как тебя? Мама, я освою каябу, а я не мама. Мама, мама, как тебя? Мама, яpecially с encanta. Объединит на виртуальной площадке приемные семьи Приморского края экспертов в сфере семейного устройства. Одна из главных рубрик проекта «Хочу в семью» — это своеобразный видеопаспорт детдомовца, который позволяет потенциальным усыновителям и опекунам поближе познакомиться с приемным ребенка. Уже 1236 детей-сирот передали в 2015 году на семейные формы благоустройства в Приморье. В органы опеки и попечительства края в этом году обратилось около 1000 человек, желающих принять ребенка в свою семью, из них в школе родителей обучились 495 кандидатов. Работа по благоустройству детей-сирот в приемные семьи, под опеку, возвращение к родным родителям в органах опеки и попечительства края идет полным ходом. Сегодня в крае работает 20 служб психолого-педагогического и социального сопровождения замещающих семей. Работают школы приемных родителей. Информация о формах семейного устройства таких детей каждый месяц выходит на телевидение, радио, в местных газетах информационных агентствах. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сегодня находится информация о 3003 детях. Это на 353 человека меньше, чем в предыдущий год. Из них большее количество занимают дети старше 10 лет, их 2256 человек, имеют братьев и сестер 1792 ребенка, дети инвалиды 190 человек, имеют проблемы со здоровьем 2212 детей. В течение этого года выявлено 1053 ребенка-сироты, из них в семье устроено 615 детей. Напомню, что в Приморском крае в органах опеки и попечительства на учете состоит 11993 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Два года назад эта цифра составляла более 12 тысяч детей. В семьях граждан воспитывается 72% детей, в учреждениях 28%. В течение года на семейное благоустройство переведено 1150 детей. Из них 765 под опеку, 157 в приемную семью, 129 направлено на усыновление. Приоритет отдается российским усыновителям, их 81. Иностранные граждане усыновили 48 детей. В кровные семьи возвращены 99 детей. Продолжение следует...